История из русской сказки «Пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что» Как часто в своей практике мы сталкиваемся с задачами, поставленными таким образом? Довольно часто. Что мы можем ожидать от исполнения такой задачи? Человек пойдет не туда и сделает не то, что хотелось. Именно поэтому при постановке задачи необходимо четко ограничивать границы задания, которые должны быть исполнены. А именно, что должно быть сделано, а что не нужно делать. Как должно быть сделано, как не нужно делать. Когда должно быть сделано, а когда это уже не нужно. И кто должен выполнять это задание, а кого привлекать совершенно не нужно. На практике в менеджменте мы часто используем два императива. Что должно быть сделано и когда. Оставляя большую область для интерпретации, как же это может осуществить. Можете быть уверены, что при выборе решения сотрудники выберут наилегчайший путь исполнения задания, что далеко не всегда является тем, что от них ожидали. Второй момент. В процессе исполнения задания разные стили ведут себя по-разному. Стиль P будет ориентироваться на то, что нужно сделать. Без того, чтобы уделять должное внимание всем остальным императивам задачи. Сотрудник A будет концентрироваться на том, как это должно быть сделано, какими путями, какими регламентами, даже иногда забывая о том, а зачем же это вообще выполняется. Точно так же и другие стили имеют свои преимущественные императивы в исполнении того или иного задания. Наконец, следующий пункт. При определении задания необходимо, конечно же, в начале руководствоваться самым важным оперативом. Допустим, у вас есть срочность, и в голове у вас сидит только один вопрос. Когда? Когда это должно быть сделано? Хорошо? Мы определяем, когда это должно быть сделано. Но мы не забываем, что как только мы сделали этот шаг, мы должны сделать и остальные три. Что? Как? Кто? Если в процессе определения вопроса, что должно быть сделано, мы понимаем, что это не может быть исполнено в нужные сроки, мы изменяем императив «когда». Итак, шаг за шагом, осваивая все четыре императива, мы приводим их в баланс. Только тогда, когда задание имеет сбалансированное определение, что, как, когда и кто будет делать, мы достигнем ответа на главный вопрос. Зачем? И это будет сделано. Зачем?